За прошедшие сутки на Театре военных действий произошли следующие изменения. На Изюмском направлении, несмотря на то, что российская артиллерия обработала опорные пункты противников Чепеля и уничтожила несколько укрепрайонов, ВСУ укрепляет свои позиции по линии населенных пунктов Чепель, Протопоповка, Петровская и проводит разведку боем российских рубежей в сторону Изюма. Российская армия, в свою очередь, продолжает перемалывать артиллерийским огнем данные населенные пункты. На юге Харьковской области был сильнейший ракетный прилет. Удар осуществлен по Шебелинскому нефтеперерабатывающему заводу в селе Андреевка, который работает в интересах украинских военных. Газобензиновый разбитый. Буквально в километре от меня. На Луганском направлении Вооруженные силы Российской Федерации окончательно зачистили территорию между Метелкино и Сиротино. Сдаются в плен завода Азот отдельные подразделения ВСУ. О конкретной численности пленных пока нет информации. Это нужно для того, чтобы избежать давления украинской стороной на родственников сдавшихся, проживающих на Украине. По Лисичанскому нефтеперерабатывающему заводу и складам ГСМ, ВСУ, союзные войска нанесли ракетный удар. Российские войска учли прошлый опыт с переправой через Белогоровку и теперь пытаются снова форсировать Северский Донец. Однако украинская авиация мешает форсированию, нанося удары по данному участку. Несмотря на изначальное оставление в СУ, позиции в районе Кленового туда прибывает подкрепление. Село все еще остается под контролем украинских войск. Продолжается обстрел Донецка из тяжелой артиллерии. За сутки по городу было выпущено более 400 снарядов. Ответным огнем части ДНР уничтожили 4 системы РСЗО «Град» и до 4 гаубиц М-777. Продвижение на Херсон украинской стороной захлебнулось. Союзные войска нанесли массированный удар на участок Посад-Покровская-Зеленый-Гай. В районе Херсона ПВО сбило украинский Байрактар, проводивший разведку местности. Российская армия продолжает наносить удары по военной инфраструктуре ВСУ с целью снижения логистических возможностей украинской армии, а также топливного голода. Так, пять ракетных ударов было нанесено по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу. Кроме этого, атаки подверглись нефтебаза в новомосковский склад боеприпасов Синельникова. Склад предназначался для запорожского направления. Туда же перебрасываются силы 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ из Житомирской области. Продолжение следует...